Подкачаться к лету, съездить на море, найти девушку, выучить язык программирования, путешествовать по городам или устроиться на работу? Плюс в комменты, кому около 16, это реально у вас в планах. Дорогие комрады, я еще ни разу в жизни не встречал хоть кого-нибудь, кому это удалось. А вот тех, кто успешно слил 3 месяца каникул, знаю очень даже хорошо, ведь и сам был таким. Да что тут говорить, я мастер спорта по проебыванию лета. Это такое же циклическое событие, как и школьный фестиваль в жанре повседневность. Лесна подходит к концу, солнышко начинает припекать, и мы вспоминаем, что скоро лето. Начинаем строить планы, смотреть на календарь, выбирать даты, а потом... И ты такой, ааа, как это уже сентябрь, только что ж был июнь, я опять потратил лето на какую-то хрень. Так вот, чтобы такого не произошло, я расскажу, как провести свое лето максимально продуктивно. На этом тренинге вы узнаете о типичных ошибках новичков, а также подводных камнях, которые ждут вас на протяжении каникул. Первый совет. Сладкий сон наше все. Лето – это то время, когда законно и нужно отдыхать, и набираться сил, чтобы последующий год продолжать ничего не делать на уроках и парах. Так что, пожалуйста, не забудьте отключить будильник, если таков имеется, ведь это так здорово случайно проснуться в 6 утра в воскресенье. Второй совет. Даже хики ездят на море. Сидеть и париться в городе на самом деле не очень круто, и чем старше ты становишься, тем чаще осознаешь, что в детстве на природе было веселее. Поэтому выбраться на море с друзьями даже на один день – это хорошая идея. Если, конечно, географическая обстановка не препятствует этому. Тем, кто живет возле морей, везет больше, но не спешите расстраиваться, есть и бюджетный вариант – пикник на берегу реки. Главное быть морально готовым к тому, что вы обязательно порежетесь какой-то остро-хирней в песке, а также будете сожраны комарами. Но если по какой-то причине матушка природа обделила ваш городок даже самой бичевой речкой-вонючкой, все еще есть парки и леса. А что, тоже вариант для пикника, даже более традиционный, чем предыдущий. Главное это – остерегаться территории выгула собак, дабы не наткнуться на вражескую мину, убрать после себя мусор и потушить пламя. Если вы соблюдаете эти правила, то пикник не доставит проблем. Ну и, конечно, не забудьте выложить фотки, где вы бегаете босиком и дурачитесь в зеленой траве. Клещ Валера обязательно оценит их. Правило третье. «Не в этом, не в ином другом мире пустые не будут работать». Кхм, шутка, конечно. Но, если у вас действительно есть цель подзаработать денег на каникулах, будь то оплата обучения или нового докимакура, то тут все не так просто. Даже работать офисным планктоном или, в принципе, с любым официальным трудоустройством нужно составить резюме. А все, что ты умеешь – это орать с мемасов и смотреть аниме. А, еще дышать, и то у тебя астма. А если рассматривать непыльную халтуру, то и на большой куш рассчитывать не стоит, ведь очень часто в погоне за долларами мы соглашаемся на самый неблагодарный джоб. Если вообще удается устроиться хоть куда-нибудь, в большинстве случаев на работу не берут из-за отсутствия опыта, а опыта нет из-за того, что не берут на работу. Камон, работодатели, вы серьезно? Ладно, оставим это на их совести. Четвертый совет. «Качайся не только в играх». Хе-хе, подкачаться к лету. Боже, фраза, ставшая мемом, особенно если произносится непосредственно летом. Сколько пацанов и пацаны спали жертвами этой мнимой надежды, и лишь единицам удалось достигнуть ее и по праву называться легендами. В обычном же случае, после слов подкачаться к лету, ты идешь катать в доту или танки, попутно наворачивая большой ложкой жареную картоху. Конечно, основным врагом твоего похудания является любящая бабушка, которая готова оформить кредит на еду, лишь бы накормить тебя, но самый главный твой враг – это ты сам. Твоя лень и отсутствие дисциплины, чтобы поднять задницу с дивана и сделать упражнение. Ну а Карин, что делать, если у меня проблемы с мотивацией? А как насчет отправиться туда, где доброе утро заменят подъемом и маршированием на плацу? Как тебе такая мотивация, рядовой умник, а? Последний совет. Распределяйте время с умом. Лето – это почти три месяца свободы, 90 дней или 2160 часов. За это время можно прочитать несколько хороших книг, научиться играть на музыкальном инструменте, посетить другие города или даже страны. Ну или можно продолжить играть в компуктер и смотреть аниме. Между прочим, среднестатистический тайтл 12 серий занимает около 4,5 часов просмотра, и в день можно осилить по 3 таких сериала. А это 21 сериал в неделю или около 84 в месяц. А за все летние каникулы такими темпами можно посмотреть приблизительно 250 тайтлов. Кому вообще нужна реальная жизнь, если японцы давно доказали, что аниме может полностью ее заменить? Ну это так, просто рассуждение. В конце концов, вы сами решаете, как провести это время. Главное, чтобы вы не пожалели о своем выборе, будь то пробежка по утрам или аниме-марафон. Пока вы довольны своим выбором, все у вас будет хорошо. А я желаю вам хороших и веселых летних каникул. Еще услышимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok